Видимо, саровчане очень любят выборы. Любые, по крайней мере, об этом говорит явка. Центр поддержки предпринимательства, который на один день превратился в избирательный участок, посетило 1127 человек. И это в будни. Все эти люди спешили отдать свой голос за одного из кандидатов на пост председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Такого ажиотажа вокруг этих своеобразных праймерис не ожидали, похоже, даже их организаторы. Мы тоже не ожидали такой активности людей. Буквально в 10 утра мы открыли участок, за час уже было 150 проголосовавших. Активно идут работники-предприниматели, активно идут пенсионеры, активно идут муниципальные сотрудники. Я могу сделать один вывод, что не все равно людям, с кем им дальше работать. Пик голосования выпал на обеденное время. Люди приезжали в ЦПП организованными группами. И в один момент только что пустующее помещение заполнялось народом. И даже, как тут не вспомнить выборы президента, образовывались очереди за бюллетенями. Впрочем, как показал наш опрос, далеко не все имели четкое представление о том, кого же они выбирают. Многие просто отказывались отвечать на наши вопросы. Кто-то говорил о некой активной позиции и лишь единице о том, почему для них важно, кто будет руководить КУМИ. Вы на выборы идете? Да, да, да. А почему вы решили пойти? Ну, потому что мы активные, нам не все равно, вот мы и решили пойти. А вы знаете, кого выбираем? Естественно, мы знаем, кого мы выбираем. Нет, не по фамилии, председателя КУМИ. Вы знаете, чем КУМИ занимается? Нет, вот этого я не буду вам, это сейчас, извините, пожалуйста, просто с другим поговорить. А для вас важно, вот кто будет возглавлять все это? Лично для вас? Лично для меня нет. А тогда почему вы пришли? Почему пришла? Да. Ну, просто проявите активность. Я считаю, что должен быть вот этот выбор, и он должен достойного человека быть. Нужно свой долг отдать, да, как бы, все равно переживаем за город. И хотелось бы видеть у руля комитета управления муниципальным имуществом человека, которого избираем, да, как сказать. Вот, поэтому сделали свой выбор, надеемся, что правильный. Мне не безразлично, как бы, будущее нашего города, соответственно, вот сегодня выбираем председателя КУМИ. И, на мой взгляд, это важно, использовать территорию в правильных целях. Изначально все задумывалось как опрос предпринимателей, кого бизнес-сообщество Сарова хочет видеть на посту руководителя КУМИ. Но к моменту голосования оно трансформировалось в общегородские выборы, принять участие в которых смогли все желающие, достигшие 18 лет. И моя идея в этом тоже заключалась, чтобы привлечь как можно больше предпринимателей, этим ограничиться. Но здесь у нас даже выступили и депутаты, потому что это неправильно, поскольку с председателем КУМИ работают не только бизнес-сообщества. И нужно дать проголосовать тогда в этом случае всем горожанам города Сарова. Я считаю, что муниципальное имущество принадлежит всем горожанам и распоряжается им от лица горожан Городская дума. Но повлиять на того, кто будет готовить все проекты решений и взаимодействовать с Городской думой, от лица администрации по муниципальному имуществу, может каждый гражданин города. Среди голосовавших в этот день, конечно, были и предприниматели. И их позиции по поводу расширения рамок опроса различны. Часть бизнесменов идею поддержали, часть выступили против. Вот представьте, вам предлагают голосовать, а все опошили тем, чтобы сюда пригласили физических лиц. Зачем тогда нас спрашивать? Могли бы нас и не спрашивать, сделать, что хотели, в администрации поставить, кого хотели. Горожане должны решать, кто будет управлять хозяйством муниципальным, а не предприниматели. Завтра молодой человек или кто-то захочет заниматься индивидуально предпринимателем. Сегодня не предприниматель, а завтра захочет заниматься предпринимательской деятельностью. Как вы думаете, ему это безразлично? Нет. Ему это не безразлично. Ровно в 18.30 избирательный участок закрылся и начался подсчет голосов. Результат поражает воображение. Муниципальный бизнес одержал сокрушительную победу над бизнесом малым. 861 человек поддержал заместителя директора ФГУ ПМРЦ «Волга-2» Людмилу Тырсину. Это 76% голосов. Такой рейтинг популярности тем более удивителен, что Людмила Викторовна вот уже 10 лет не живет в Сарове. Кандидаты, которых выдвинули на праймерис предпринимателей, заместитель директора ОАО «Саровинвест» Леонид Бородулин и заместитель директора ОАО «Маквега» Дмитрий Лебедев, набрали 188 и 74 голоса соответственно. Еще один кандидат, советник генерального директора ОАО «Уютный город по правовым вопросам» Алексей Волгин накануне выборов снял свою кандидатуру, по его словам, по личным обстоятельствам. Результаты голосования обещают учесть в конкурсе на замещение вакантной должности, который состоится 22 мая. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.